Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии The Siam в партии на шестерых в Sid Mears Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите её в описании. Всё-таки лучше смотреть сначала, а не с середины. Ну а всем остальным приятного просмотра. Да, вот варвар не в тему пришёл, придётся удалять рабочего. Так, уже тут не на холме. Да, блин. Варвар подгадил немного. Так, как тут? Три. Так, надо дорогу везти. И туда поставил рабочего. Так, ну это мухана. Это сейчас будет обстреливать, я надеюсь, я его вылечить успею. Я думал, он будет... Да, ну там меня, в общем, поймали... Откровенно поймали варвары. Вот этот... Вот это копьё просто... Хотя, может, я ещё смогу спасти. Да. Так, а где тут? Так, а где тут? А, вот. Так, строим дорогу. Так, пока. Есть там фото люксик на обмен, я не знаю. У меня есть серебро. Осталось только тебе найти. Да. Вообще, изи. Мм. Ну, да, тут, конечно... Тут нечего... Ну, вот сюда можно. Но, опять же, видите, тут... Раз, два, три. Вот куда? Сюда ему ставить город? Вот сюда ему надо ставить город сейчас. Между прочим. Пойду найду варваров, откуда они пришли. Во. Хоть какие-то денюжки. Ну, не знаю. Надо мне, наверное, тоже уже города ставить. Давайте я тут... Сетлера лучше... Построю. Не знаю, тут тяжело берется Ацтек. Просто не хочу мучиться. Этот Тиночтетлан... Тяжело. Не хочу, чтобы варвар становился на эту клетку. Что-то пока больше нечего в этом городе обрабатывать. Ну, метколуки. Ну, мне надо вот эту тянетку. Территорию заполнять городами. Я уже забыл вообще, как через волю играть откровенно просто. Просто не помню. Давайте сюда на холм поставлю. Эта проблема. Давайте. Все нравится. На холм поставлена. ... ... ... Да ещё города ставить. Ну, получается, на золото надо ставить, но широко, широко стоят, вот эти в трёх клетках это нормально, вот этот уже далеко, блин, надо было сюда ставить, или сюда, или сюда, даже может быть лучше сюда было, на самом деле, зря я вот прям сюда повёл, да, конечно, тут всё контролирую, но широко города стоят. Что Флоренция хочет? Вот лагерь, вот надо начать выполнять задание игры, и вот ещё город-государство, которое я не встретил. У меня Сиам, бонусы у Сиама от городов-государств очень приличные, имена от культурных. У тебя что-то какая игра по счёту? Вторая. Так, озвучу. Виталий, вторая, Лёша, вторая, Лаки, четвёртый, монстр Дэнк. Пятая, пятая. Пятая, а импульс четвёртый. Да. Всё понятно. Так, культура от... и... вера от серебра. Только сейчас? Ничего себе. Ну... Не было когда, я понимаю, надо было меня обижать. Линдекс, ну блин, я не... я, конечно, понимаю, почему ты расстроен, но... Да ладно, я не расстроен. Если бы я не напал на тебя, тут просто ГГ в твою пользу, и, по-моему, это победа вообще в партии для тебя. Да, конкретно. У тебя настолько шикарные места для ацтека, что... Тем более, я смотрю, с другой стороны, вообще никто рядом с тобой не находится. То есть ты ставишь три офигенных города, развиваешься, потом сносишь меня там на стадии каких-нибудь арбалетов, я думаю, даже. И всё. У тебя же там лошади классные, сиамские, слоники. Слоники, да. Не, ну, как бы я понимаю, я не расстроен. Я просто хотел сам идти в волю, но я первую рынку нашёл, которую мы там увидели. Это была, как бы, это... культурная, и тут вот я потерялся. Если бы я пошёл в волю, конечно, тебе бы уже... Как будто я такой радостный, что я тут в волю сижу, вместо того, чтобы развиваться, с тобой воюю. Такой... Вау, как мне повезло в этой партии. Мы могли бы договориться. Причём с ацтеком. Мы могли бы договориться. Я думаю, если бы ты... Вот с таким местом был бы ты кем-нибудь любым, кроме ацтека, я бы, ну, сидел бы там развивался, ты бы тут развивался. Но, блин, с такими озёрами, плюс города у тебя под горами, плюс ацтек, ну... Так, как я... Вот этот лагерь Флоренция хочет, да? С этим лагерем разобраться. Ладно, ацтек ты не один такой. Сейчас меня тоже вынесут. Меня не вынесут. Да, я не думаю, что я его тут вынесу. У него очень хорошо. Столица стоит. Нет, я наоборот. Но развиться я ему не дам. Промки мало у меня. У меня столь не хороший, промки мало. Лёша, народ волнуется, почему ты целу не стримишь. Не люблю стримить целу. Со всеми этими рассинхронами, перезагрузками, сейлами. Я тебя понимаю. Стримить надо ту игру, которая идёт себе спокойно. Да, он где-то тут будет города ставить. Ну, в принципе, у него тут есть ещё все шансы на выигрыш. Так, ну что, денюжки возвращаются. Так, три хода. Пирамиды. Он тут на холме стоит, что ли? Ну, туда лучше не лезть. Вонзи, Сангай. Ну, какой тут мир, может быть? Ну, да я просто, да я никому ничего не скажу. Я просто посмотрю. Я же всё равно... А зачем я с тобой буду мир заключать? И как я это вам тебе столицу возьму? Надо будет учёного брать. Или может... Может генерала взять? Ну, а куда я ему буду бахать его тут, этот подстеночит план этот дурацкий? Что, кстати, с армией? Что, кстати? Так, я этого лучника удалю. Во-первых, какие-то деньги появятся. Во-вторых, у меня нету возможности его апгрейдить. У меня ещё так и речка тут не в тему для защиты города. Я даже не знаю, как бы я тебя в этой войне смог бы выиграть. Лаки. Может, подскажешь? Ну, первым начинать. Нет, я по сути же первым начал. То есть, я как вышел в Медкорее, я сразу проапался и сразу пошёл. То есть, ну, там, твоих лукорей... Что, я неправильно, с дорогами делаю. Ты же сам армию делал, во-первых. А во-вторых, у тебя только пробки больше. Стольные. То есть, по сути, у нас сейчас война столь ними. Мои стольные пробки реально мало. Там лука одни. Никто тебя не вынесет, что-то там прикалываешься. Ты будешь долго и нудно сидеть. Ты ещё поставишь города, я думаю, вон там сзади. Да нет, это эфиоп, говорит. А, эфиоп. А что, эфиопа тоже выносят? Конечно, русский. Все воюют прям, все. Но игрока нет, так что... Е-е-е-е, минус один. Я не последний! Импульс, спасибо за игру. Пожалуйста. Вега. Как бы тут сложно было сопротивляться. Сделал всё, что мог. Так. Но против автократа, знаешь... Который играл. Какого автократа? Который играл себе. Супытаево, Флорен... Нет, Супытаево, Флорен... Супытаево, Флорен... Ммм, есть. Не, вообще на деньги, на деньги всё-таки. Четыре золота. Причём ещё, я... Чё, начал-то играть неплохо думал, справа места будут для расселения, а в Масанкане там хрен возьмёшь, если только не снизу. А справа пустые и голые, поэтому у меня вообще... То есть у меня, по сути, только одна столь нормальная. Канейграды вообще никакие. А промоков столь немало. Промоков, что я там помочь чем? Чем? Не знаю, чем типа. О, Виталий, Виталий, вы не соседа, говорит, помочь тебе уже такой, а? А чё ты думаешь, что было, Виталий? Конечно же, помочь. Чё ты моего соседа забираешь? Чё ты такое? Всё, вообще там ничейного соседа. Слышь, начнём с того, что эффект на меня напал, не я на него. А я походил, как вам? Нормально, да? За три секунды. Так, подвинусь чуть поближе, чтобы сразу можно было, если что, захватить этот лагерь. Пойдём-ка на всякий случай медколуком защищать. Тут лагерь, а этот зенит. Ну, этого я вряд ли сделаю пирамидой как раз в Флоренции. О, сейчас я буду кучу культуры иметь. Ну, вообще, Ацтек, у тебя куча территорий между Тяночь-Светланом и Занзибаром. Хороший, он тут можешь селиться, и у тебя есть ещё возможность играть. Возможность играть была бы, если бы ты меня сейчас не сжал. Ну, я не могу тянуть Тетлан взять. Что сделать? Ты не можешь тоже менять. Миримся. А? Миримся. А, ты что-то по-литовски говоришь, я не понимаю, о чём. Нет, я говорю, ну, мириться будем, или как? Да не, что тут смысл? О, а Синай, ты нашёл? Да. О, где-то там угласина, я там точно недалеко могу прибежать. Помочь хочешь, приходи, я найдёмся. Я возле Киева хожу. Ты Киев нашёл, Виталий? Да, да. Нашёл, нашёл. Могу ответственность уберите. Блин, надеюсь, не эта ГГшка. Надеюсь, он там не... Хотя посмотрю. У меня лучник, который пострелял из города, аж за горы отправился. Видишь его? В тыл тебе. Да, да, Виза, Виза. Мм, мне предлагают тут поставить. Блин, ты сейчас думаешь, что бы можно было придумать? Как он знает. Так, всё серебро обрабатывается. Пиши, что он нашёл бы там три руинки, три метких лука и пошёл. Вот так вот. Не, ну там же нельзя подряд. То есть я как сразу тебя понял, что ты рядом, я второй руинке-то и взял метка лука. А большие там, ну, то есть я забрал там четыре или три руинки. Больше метка лук. Где было-то. Бонсеры, ты правил читал, не кликай больше, чем одним юнитом. Ну, так я не кликаю. Вопросы, я имею в виду, знаешь ли? Не, не, я не кликал. О, отлично. Класс. И Кейптаун встретить. И, конечно, может, и Кейптаун хотел тоже этот лагерь уничтожить. Но главное, что Флоренция теперь мой дружбанк учу, мне культуру будет давать. Сейчас ещё пирамиды построю по её запросу. И вообще будет всё круто. Так, ну, мне компьютер вот тут предлагает поставить. Смотри. В тех же четырёх клетках, ну, как-то вот дорогу можно будет нормально провести. В принципе, золото я обработаю. Так что, наверное, так и сделаю. А, так, у тебя армия закончилась. Да не, я думаю, возьмёшь, что всё-таки сложно не взять. А у Хангая последняя армия? Нифигаси. Ну, он просто... Не, ну, он, в принципе, должен взять. У неё тут три медкаря плюс лошадь. Если бы не лошадь... Серьёзно, Линдекс, ты спёр рабочего у Киева? А что такое? Ты думаешь, ты его доведёшь, да? Я знаю, что я его доведёшь. Да, даже если он сейчас не заберёт тут, ну, пароход, луга вообще. То есть, ну, подклепит, а подсделает армию, ну, потом прицеберёт, убежается на самом деле. То есть, он вот этим ягуаром, который тут бегал, он сбегал к Киеву, забрал рабочего. Не, ну, я бы на твоём месте не сдавался. Строн-хедж жалко. Не, я, наверное, учёного возьму. Не думаю, что я генералом тут могу. Не, ну, как видишь, я и не сдаюсь. Что-то сделать. Просто... Такой Флоренци такой лёг, сутя уже нет, чем он тянул. Культура. Так, ну, давайте ещё посмотрим. А чё мы не создаёмся её нит в городе уже второй пол? Может, у тебя нет ресурсов? Не-не-не, у Меткалук он не создаёт. Ну, понимаешь, если тебе его напустим, все клетки окружены, ему некуда стать, и в городе стоит, и он не создаст. Да, ну, так есть же клетки. Тогда не знаю. Может, там кромку тебе блочат? Да нет. Ну, короче, не знаю. Сейчас следующий ход. Он у меня же второй ход такой стоит. Я думаю, когда он появится, он для тебя сейчас нужен. Так, Флоренция, я так понимаю, надолго. Да, сейчас ещё пирамиды. Сюда поведёт. Отважный герой всегда идут в обход. Ну, это как-то очень долго вести рабочего, по-моему. Ну, надо уже задуматься о вечном, то бишь о науке. А что ты перестал-то армию делать? Ну, доделал бы уже, добил бы. Не, ну, что, доделаю, что? Что-то, мужчина, вообще армия не осталась, наверное. Да он-то что-то подумал, типа, сейчас возьмёт... Да не, просто он перекликивает меня, я полечиться даже не успеваю. Ну, кстати, вот в плане кликов, вот за всю войну, ну, один раз там меня перекликал. Вот я говорю, тут очень важно было вот именно место, то, что ты снизу грамотно город взял и потом по лугам пошёл. И плюс у тебя, то есть, по сути, сейчас вот война столь, и у тебя, конечно, промки гораздо больше столь, чем у меня. Виталий, да где ты там, около Киева, Синаи? Там выше Киева есть Мельбурн, я полониваю сейчас. Выше Киева Мельбурн? Да. Ну, то есть, я в пяти кресках от Киева, в верхнем. Вернусь в Лампанг, а то он ещё может решит его захватывать. Мало ли. Мало ли. Мало ли. Мало ли. Вернусь. Мало ли. Дalia. Вернусь. Вернусь. Я еще в контратаку пойду, захвачу там лак обратно. То есть только Россия без проблем Эфиопию вынесла. На самом деле, у него армия нормальная была. Если бы Сангай сейчас еще пару юнитов сделал бы, а не перестал строить армию, домики, то он бы сейчас тоже, чтобы Сангай не взял. Ну и если бы... Да блин, Мамстер, я тебе говорю, я ни одного юнита не полечил, ты понимаешь? Как можно воевать, не лечив юнита? Ну вот как? Обидно. Нет, обидно. Нет, при чем тут обидно? Просто я говорю, ты перекликиваешь реально, он мне должен полечиться, ты успеваешь два шота сделать. Нет, я не надо, я... Нет, я не уйду, понимаешь, у меня ход прогружается в хозу. Да, это была засада. Ничего себе. Да, целён, я целён. Ну у меня, собственно, было столько... Проблема, когда я воюю, у меня всегда ход в хозу. Да, я понял, я понял. Ну просто я говорю, я вроде как слежу за тем, как я стреляю, стараюсь не это. Вот мы и встретились. Интересно, где? А я на холм, около Киева, на пустынный стол. А ты стоял на шелке. Да. Виталий. Что? У тебя коляски есть? Можешь их мне подогнать, тогда твой сосед дольше будет меня забирать. Да он всем подогнал, но надо же его службу. А, точно, точно, точно. Ну, в принципе, ты можешь, короче, через загайдаку просто колясками вниз побежать. Тут за два хода ты, ну, через загайдаку до масонкани за два хода ты коляску уже доедешь. И сам повоюсь. А масонкани-то я твою вижу, видно. Ну, просто я говорю, тебе же выгоднее, если сосед будет дольше меня забирать. Ты подумай. Да, и Мачу-Пикчу только здесь можно построить, а тут у меня слабенький город. Ладно, значит, Аракул нужен. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Неужели Леша построил пирамиды? Да, он сделал это. Ну, восемь жителей в Тиночетлане уже неплохо, между прочим. Субтитры делал DimaTorzok Ладно, тут пора возвращаться. Не, вот Ацтек реально может еще вернуться вполне. Я не знаю, как мне его тут выкуривать из Тиночетлана. Вот тут очень большая проблема. То есть город обстреливается только с ближайших клеток. Просто. Либо вырубать вот эти джунгли, да, тогда будет еще с этих обстреливаться. Но так вообще просто с ближайших и теми юнитами, которые сейчас есть, он не берется. Ну, просто потому что я подхожу, и он своими юнитами уничтожит. То есть мне надо очень много мяса тут построить. Ага, вон варвары. Не понял, почему он тут не работал. Блин, я его каким-то образом отключил? Дурость. 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 но где еще город поставить вот в этом месте где-то еще можно город бахнуть ну че нужно ведь я поселенца строю ну и все три четыре пять шесть городом генералов получается ты нафармил или взял так традицию заманил а помил хорош средневековье русский вышел в гильдии сейчас виталик просто все чудеса построит и на этом можно будет признавать его победу да и прямо признаны виталик то не очень игрок человек все все медкарями всем пришел с арбалетами что нет у меня было 7 колясок один садник 3 копья и меня коляски обрабатываются но на лошадь с юмид корями и не смог отбиться вот то есть вот даже не подправлялся получается нефиг было ацтеков брать взял бы кельтов и выносил бы ты меня ну да есть в этом правда есть хотя я бы скажу ацтеками ты должен был меня выносить может скрапнем слушать русский подгони этих плохо сгенерировалась карта заново войска подгони русский три дуэли вот есть быстрее победу один человек первое туда вернее последний начала первый закончил вот он и выиграл уже токма ради того чтоб ты не смог нормально развиться понимает не за себя за других стараешься ну и за себя дня уже кого бы ты первого вынес интересно да да вообще никаких соседей у тебя нету то есть вообще без тормозов понимаешь может как-то на еду все-таки переключим 7 ходов нормально и при этом четыре хода как-то расти надо я все-таки из мангсуанга наверно столицу пущу караван морской они на деньги высловался такой и обратно а а коняшкой нормально 8 2 нормально у него города значит скоро будет служба койте подарили давайте амбар наверно построится все-таки съедай 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 этого миткаря который прибежал к тебе просто съел что там у вас за каннибализм я нажал стрелять он убрал у меня там прям эпицентра его войск прыгнул мой суицидник русский давай быстрее потому что он наверно через хода 3 уже в атак пойдет я конечно пока буду сдерживать но не смогу долго то есть ты можешь уже и как бы через войну вести к москанкане а на москанкане уже так ну и куда мне предлагают они нам прям все в волю да тут не мысли к вам традиционные были я в традиция и живее я наверно тут поставил по странно ты не ушел вольта пошел всем продумал мы договоримся как тут было место для воли что ли у меня так не было в том-то и дело зря если даже при меня вынести что как бы тебе от этого уже лучше не станет решил опять закрывать я повторю что ситуация на самом деле довольно проста было то есть тут либо я пассивно ничего не делаю сижу там тремя городами морскими на развитие причем города тут нету в них ничего такого что они тут нету производства нету много холмов либо пытаясь хотя бы от стеклу помешать чего был больше если обрался от голды я бы холмик один покупал бы давайте кип-то он хотел отлично сонном еды и будет давать значит чем мороженский здорово подари мне ложь это свой не очагу судьба нет ровно 6 1 а сейчас он ладно развлекайся русских то ты уже как бы пришел конем в тыл заходишь да нет просто мониторит стоит так монумент сделан переключаем на лошадей и строим может светилище везде построить и попробовать через путь набожности сыграть хоть как-то пойдем в теологию ну слушай ну это прям ходы на последних секундах но еще из генерал но это очень некрасиво нет 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 это был на последней секунде ход с генералом давай грузить потому что это совсем некрасиво это однозначно грузится а давай просто отведете эти юниты чтобы не грузиться как бы вариант я просто на самом деле с темером не смотрел если честно ну так отведи сейчас договоритесь не стрелять сделайте пассивную но никто ж не вышел давайте как бы ночью время тянется отойди и все да уже лаки вышел и 60 голды как тот раз и вылетела 23 я сейчас еще честь возьму генерал в честь так опять все переключаем так 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 там еще отлично русские я вижу твои войска не успел убрать что теперь сейчас русский будет помогать не с русским тут у нас плане вообще не падает но только не знаю очень сложно же играть были не 1 армия сюда встанут он не обстреляет и городом и этим метка луком и только потеряю коляску нет смысла красивая демография главное русский везде на первом месте я везде на втором месте не знаю каким образом я на втором все остальные воюют сангайш тоже не этот лаки не развивается с того что тоже не приходит юнита строить генерала на варварах набил круто как нет и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Думаю, что это единственный вариант здесь Думаю, что это единственный вариант здесь? 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 тебя будет, нафига мне это надо. Ну, в принципе, лидекс можно замириться, только ты никаких городов выше тянуть Светланы не ставишь. Не, ну не в таких условиях. Ну, а куда мне ставить? Там же ГГшки, ты же ходил, куда я поставлю тебе города, расскажи. В смысле, ниже? Куда ниже, в море? Ну, ниже Тео Тихуакана, как минимум, есть место. Вот там, где пустыня, там холмы пустынные. Кроме того, между Тео Тихуаканом и Занзибаром место под горами. Там и цитрусовые, и еда. Не, ну а смысл? Ну ты поставишь сейчас город мне опять в лицо, я же его возьму вообще без... 10 ходов пройдет, опять война, и мне забирать этот город. Я не понимаю. То есть ты хочешь там вот поставить, где я у тебя стоял до этого? Я бы согласился. Давай вот Зампанк у меня дальше, я ничего не ставлю больше вообще. Ясно. Ну мне тут третий город нужен где-то, понимаешь? Блин, ребят, если вы хотите играть дальше, то вам надо как-то кооперироваться, потому что, блин... А вот это вот, там я город поставлю, тут не поставлю, и поэтому мы продолжаем воевать, это на самом деле... Да у Ацтека есть места, куда ставить города. Он просто зачем-то хочет... Это знаешь, как в Стелларисе есть, там, окончание войны, унизить соперника, типа такого. Унижение. Говорит, отдай мне Лампанк, который он, в принципе, ну, то есть, такой же, примерно, не берущийся, как его Тиночтетлан. Ну, говорит, отдай мне его. Ну, он-то тебе далеко содержать. Он у тебя единичка. Какой он у меня далеко? Давай так, даже не отдай, а просто я его сотру из глаз моих, и все. Нет. Он у меня стоит на шоколаде сам по себе, плюс он еще будет еще одно какао будет использовать. Ну, дам эти шоколады, что-то переживаешь-то. Этот Лаки, а мне ты, кстати, свой второй город поставил, что-то я не могу понять, там, внутряк, что ли, слева? Ну, там вот этот, вот то, что море слева, где Занзибар, это внутренний, там, клеток на битве, верно. А я просто левее, там, на шоколаде. Ну, блин, я говорю, я когда увидел Теру, я такой думаю, блин, справа лься, думаю, наверное, справа хорошие места. То есть пойду там уволю и уже там дальше от этого льсять, потому что по Санхане тяжело берется. А тут оказалось, что справа хрень полнейшая, и что вообще делать? Обидно, обидно. Леш. Лаки. Ты любишь вот эту вот тему продвигать всегда, когда кто-то лидирует? Объявите ему войну. Давайте все русскому войну объявим. Я даже знаю, где он, зачем мне это вообще. Я его не видел, не знаю. Как объявлять лайдок тому человеку, которого не знаешь? Научи. Я могу ему астро объявить, только найти надо бы его. Нет, спасибо, я только. Нет, давайте я лучше в рынок сначала, конечно. Без науки империя живет варварское просто. Все замечательно, ну. Открыл, нет русских гослужб. А, да, открыл. А зачем тебе моезд, как ты говоришь, что-то я сейчас не уходил. А, там же, чтобы, да, все, воспитать топлю, там же, чтобы ты мне мог передать, что-то же мои должны были. Ну, вот столько, да, я не могу читать. Генерала нету. Обидно. Сейчас лоботок пошел. А, то есть, не понял, то есть, я кем могу сказать, а ты мне, а ты... А, у тебя письменность не открыть, тебе надо письменность открыть, слушай, друг. Письменность надо открыть? Посольство нужно принять, да. Да, письменность не открыть. Дай ему голды, штук 200 монеток. Моя письменность. Без науки не откроется. Получается, нужно три хода, чтобы письменность открыть, так что я у тебя могу взять, получается, ну, если ты дашь. Где-то там 50-60 голды. Что, дашь? Нет. В твоих же интересах воюю. Блядь, монстр. Заманал реальную, блин. Русскому тут уже никто не помешает, ну, никто. Да, не, ну, слушай, а что еще делать? Ну, блин, не сидеть же мне, нет, так, хотя бы побоюсь тобой. Ну, да, не сдаваться же просто. Не, ну, правда. Что, я предложил, ты мне отдаешь, что маг и расходница. Пусть ты не согласился, ну, окей. Ай, ну, им. Я просто мест вообще больше нет для бога. Слушай, а что там вообще взято? Продукция, деньги. Честно, у тебя колеска геги. Дай посмотрю, что он не стоит. Не, у нас еще лампанк не соединен. Ну, я вот тут как раз могу дорогу провести. Не, ничего себе, я еще и по промке не последний. В один-то город нормальный. Что там у Астык совсем все плохо, что ли? Астык в один город играл все это время. Ну, он сейчас поправит. Ну, что, нормально уберет тут джунгли постепенно. Ну, у него два города только. К этому моменту уже там будет принята идеология. Школа построена, а он там джунгли расчищать будет. Лаки тоже даже не принял, письменность не открыл. Бессмысленная вот эта фигня, да, какими-то палочками, какие-то корючки рисовать. Зачем? Когда буга-буга убить шашара. Та-ха-ха-ха-ха. Кью, кью, кью. КОНЕЦ 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 Не хочет мне больше никуда не давать, обидно. библиотеки в данном случае выступают как заменитель денег то есть они дают науку которая уходит в минус к деньгам надо бы мне еще одним караван открыть ну а другое дело письменность открыта ну не знаю work boot мне кажется тут бессмысленно трирема нафиг не нужна давайте храмы три четыре раз два три четыре нет лучше дорогу так провести тут производство здесь тоже обрабатываются все что доступно лесопилку сделаем я уже первый по производству еще дань собрал ветер богач блин где мой пророк юбки сейчас русский возьмет пагоды монстра мы с тобой никак не встретимся да вряд ли но я же перекрыл весь проход русский сними защиту с геной быстрее нафармил бабла смотри нормально тут лучше ферму сейчас этим пройду ну такая дуэлька получается вот откровенно понимаете если бы у нас просто вот конкретно дуэль была я бы конечно хотел мясом завалить от стека но дело в том что это ффа то есть тут планируется хотя бы как-то типа победить а если я хочу победить то мне надо и развитие думать просто тупо мясом валится от стека только ради того чтобы его захватить я не считаю это правильным в этой ситуации играйте в умные игры на этом пока все продолжение надеюсь выйдет завтра спасибо что досмотрели до конца я лёша халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы досмотрели до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры